Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вместо дачи тюремная решетка. Выращивание популярного декоративного растения теперь может обернуться лишением свободы до двух лет. Дожди, гром и оттепель. В чем причины необычной зимы в Алтайском крае? И какие последствия могут быть от этой аномалии? Будут обслуживать самые ходовые и протяженные маршруты. В Барнауле поделились секретами производства автобусов, которые должны пополнить автопарк городского транспорта. 12 междугородних автобусных рейсов в крае отменили из-за сильных морозов. Пассажиры массово сдают билеты, а железнодорожники запускают дополнительные пригородные электрички. Из-за экстремально низкой температуры, установившейся в регионе, отменены автобусные рейсы, которые отправляются в ночное время или рано утром. Таким образом, сейчас невозможно уехать на автобусе в Калманку, Черыж, Черыж, Змейногорск, а также в Казахстан. Вот, например, сегодня утром была информация, что Восточно-Казахстанская область закрыла все дороги от границы с Россией до Усть-Каменогорска, до Палатинска и так далее, несколько еще маршрутов с утра и до 9 часов вечера. Вот уже в течение, наверное, трех-четырех дней, как вечер наступает, снижается температура, они закрывают дороги и все, извините, дороги закрыты, а утром открывают. По прогнозу, сильный холод простоит еще несколько дней, а пока пассажиры автобусных маршрутов сдают билеты, а их перевозчики теряют прибыль. В то же время в Край запускают дополнительные пригородные поезда и по отдельным направлениям добавляют вагоны к ЖД-составам. Такая мера, по мнению властей, позволит перенаправить поток пассажиров и обезопасить их в морозы. Испытание морозом проходит и городской транспорт. В Барнауле сегодня утром трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел у Малаховского кольца. В результате трамвай столкнулся с легковым автомобилем. При службе ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Ситуацию обсудили в мэрии. Власти города объяснили, что сход с рельсов связан с низкими температурами. Из-за морозов это происходит чаще из-за неисправности подвижного состава. Чиновники заверяют, что пассажироперевозчики предпринимают необходимые меры по восстановлению работы на маршрутах. Синоптики признают, что эта зима стала одной из самых необычных. Плюсовые температуры, оттепели и постоянные качели. О причинах этих аномалий мы расскажем в следующем сюжете, а также небольшой спойлер. В Алтайский край может прийти большая вода. Вообще как остров. Тут просто волны бьют в дорогу. Через дорогу не вода. За мои почти 30 лет работы на Алтае такой зимы я не помню. Череда морозов и оттепели. Погода этой зимой была изменчива, как настроение женщины. В январе таяли катки, шли дожди, гремел гром. Температура местами поднималась до плюс 10 градусов. Да ну нахуй. Он как будто на море, волны там. Смотри, он лег такой. Воу вообще. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признали, что в этом году зима действительно аномальная. Это говорит о том, что у нас экстремальность изменений погодных условий действительно имеет место быть, что мы живем в эпоху изменения климата. Порядка 20-25 лет уже очень явно. Процессы, которые в общем-то являются планетарными. Настоящих суровых зим Александр Люцегер не помнит с 2012 года. Зато сегодняшние морозы, которые будут стоять до конца недели, вполне обычное явление для февраля. Ведь в Алтайском крае даже март еще считается зимним месяцем. Есть у синоптиков некоторые напряжения насчет паводковой ситуации. Снегозапасы в Горном Алтае достаточно серьезные. Еще и осенью почти весь Алтайский край ушел в зиму с переувлажнением почвы, а потом температурные качели и дожди. И те дожди, которые выпадали у нас на снег, они сделали очень неблагоприятным то, что снег превратился в ледяную курку. Практически повсеместно. И достаточно толстую. И даже неважно, какой объем снега будет сверху, но тем не менее весь этот объем, все 100%, которые выше этого, они не пойдут в почву. Они начнут стекать по рельефу в пониженные места. Но решающим фактором станет температура. Чем дольше период снеготаяния, тем лучше, чтобы все успело растаять. Пока есть предварительный прогноз на март, и он достаточно щадящий. Поэтому прогнозу наиболее холодным будет вторая декада марта. Ночные температуры могут опускаться до минус 32 градусов. А уже после придет долгожданная весна и дневные оттепели до плюс 7 градусов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. В четыре раза вырастут поставки топливных систем алтайского производства на заводе «КамАЗ». Об этом сообщил генеральный директор компании по производству грузовой техники Сергей Кагогин. Накануне он прибыл в Барнаул и выступил на заседании правления Союза промышленников края. Глава машиностроительной компании поделился также с журналистами секретами производства автобусов для Барнаула, часть из которых должна поступить до конца февраля. Алтайский завод прецизионных изделий. С этим предприятием давно и плодотворно сотрудничает ведущая машиностроительная компания страны. На этот раз визит ее руководства посвящен обсуждению темы импортозамещения в ключевых отраслях промышленности и расширению горизонтов сотрудничества. Никто в стране не может делать то, что делают здесь. Просто ничего не может. У нас до военного времени с партнером был БОШ. Даже здесь БОШ работал. Сейчас это все ушло. И в честь сказать Алтайского завода, они выполнили то, на что мы их ориентировали по выпуску современных топливных аппаратов для двигателей КАМАЗ. Выпуск отлажен. Пора наращивать объемы производства. КАМАЗ готов четыре раза увеличить закуп продукции АЗПИ. Для выполнения этой задачи алтайское предприятие закупило дополнительное оборудование. Ждет его поставки. А столица края ждет от КАМАЗ автобусов НИФАЗ. Машины этой марки наш регион закупил в прошлом году для автопарка муниципального транспортного предприятия Барнаула. Дизайн этой техники был нами выстрадан. Это было очень интересно создавать современный дизайн автобуса. Как выяснить, гораздо сложнее, чем дизайн дружевика. Много было вариантов, экспериментов. Ну и по техническому уровню это сегодня самый современный из последних проектов в нашей стране. Мы рады, что наша техника будет на ваших улицах. КАМАЗовские автобусы, добавил эксперт, вобрали в себя самые последние отечественные разработки. В числе ключевых технических плюсов – низкий расход топлива, высокая надежность и выносливость. Многое предусмотрено для комфорта пассажиров и водителя. Низкий уровень пола для посадки, устройство для зарядки айфонов обязательно подключается, информационное кабло, современные кабины, подрессоренные, пневматики, пресла. Водитель, кто работает 8-10 часов, не должен уставать при своей работе. У него высокая ответственность, по безопасности он везет людей. Десять из 41 приобретенных автобусов автопарк-предприятия, создаваемого на базе Горэлектротранса, уже пополнили. Остальные должны прийти в Барнаул в конце февраля-начале марта. Автобусы большой вместимости до 100 человек будут обслуживать самые ходовые и протяженные маршруты 1-й и 10-й. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Из Барнаула в зону СВО отправили 5 единиц техники и технологическое оборудование для боевых целей. Какие еще приятные подарки для наших бойцов вошли в состав груза, смотрите в следующем сюжете. В этот раз гуманитарный груз на СВО собирали чуть ли не всей краевой столицей. В акции участвовали и школьники с их детскими подарками, и предприниматели, закупившие автомобили, депутаты гордомы, учителя, рядовые жители города. Мы инициативу проявили с Переядовым Вячеславом Владимировичем. Мы купили вазики, он купил вазик от души. Предпринимательское сообщество увидело это все, начали к нам обращаться и тоже захотели поучаствовать. И вот мы собрали полупредпринимателей, которые выполнили свою миссию. Наши жители, предприниматели, они активно сами включаются в эту работу. И вот та инициатива предпринимателя Иванова Дмитрия, она является определенным примером. В общей сложности было закуплено 10 единиц техники, преимущественно уазики и Нивы. Дополнительно к ним приобрели новую всесезонную резину, тросы, инструменты и запчасти. Также в состав груза вошли тепловизоры и необходимые материалы для лаборатории БПЛА. Получать это имущество, приобретенное за счет предпринимателей, будут наши ребята на Авдеевском направлении, под Клещеевкой. Это наши мобилизованные полки, так называемые, Тотские, Омские. Это наши регулярные части, Олейская бригада, Бийские ребята, зенитчики, то есть радиоразведка. С таким объемом машин готовится еще партия. Около 10 машин мы еще отгрузим. Я думаю, что это в марте произойдет. Обязательно, конечно, мы отгрузим и свои традиционные конвои по 20 тонн. Помимо техники и оборудования, в зону СВО отправятся и коробки с подарками ко Дню защитника Отечества от Совета женщин Барнаула и жителей краевой столицы. Это от средств личной гигиены, медикаментов, сладких подарков. И этот раз мы даже положили небольшие пакеты с финиками, потому что по килограмму каждому солдату положили еще такие сладости, кофе к чаю, ну и все остальное. В общей сложности в индивидуальный подарок вошло порядка 12 наименований. Благодаря неравнодушным гражданам получилось собрать около 700 комплектов, чтобы сделать будни бойцов немного теплее и приятнее. Данил Кузнецов, День с толком. Жители неаварийной двухэтажки в центре Барнаула боятся оказаться под завалами собственного дома. На прошлой неделе в доме упала подпорка, которая придерживала потолок. Обошлось без пострадавших, но жильцы успели испугаться. Администрация района подпорки восстановила, но барнаульцы по-прежнему не чувствуют себя в безопасности. Валентина Аскерова узнавала, можно ли помочь обитателям дома. Вот эта стена, она туда вываливается. Там она вышла, то есть вот окно, и она вышла, сантиметров на 25, она вышла в сторону. В этом доме комфортно только четвероногим. Людям не по себе уже много лет. Деревянный дом в прямом смысле трещит по швам. А на прошлой неделе по счастливой случайности жильцы едва не оказались под завалами. В подъезде упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок. Ходить опасно, потому что она может на голову обвалиться всего-навсего. Иногда, да, страшновато, но а так уже привыкшие. Если что, когда поднимаемся, сразу на потолок смотрим. Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолка. Администрация центрального района направила в дом рабочих. Они установили новые опоры. Вот у нас теперь такой ремонт. Все, чем могли, тем помогли. И новую распорку сегодня поставили в подъезде. Вот это теперь держит потолок. А теперь вот начнется весна, опять это все упадет. Ну, наверное, еще раз поставят распорку. Деревянная хижина 1958 года постройки. Через четыре года дом отпразднуют в 70-летний юбилей. Если, конечно, не сложится, как карточный домик раньше. У нас квартиры на 20 сантиметров осели внутрь. Я на первый этаж проваливаюсь со всей квартиры. У нас каждый год весна, осень, зима дом вот так вот плавает. То есть замок надо то так перенести, то так перенести, потому что не подходит дом то в эту сторону, то двери не закрываются, то двери надо там что-то набивать, чтобы двери закрылись. Вот так вот. Степень износа там порядка 50% по состоянию на 2008 год, по данным системы ГИС ЖКХ. Но в то же время, опять же, есть информация о том, что управляющая компания, которая управляла этим многоквартирным домом до 2023-го, там часть 2023-го года они захватили, обследование проводили и, соответственно, установили износ уже в большей степени 60 с чем-то процентов. В доме 8 квартир. В них проживают 12 человек. В основном пожилые люди. Что самое интересное, двухэтажка с гнилым потолком и дырявой крышей аварийной не признана. Причина – дом не имеет статус многоквартирного. Дом по улице Чкалова 1А не является многоквартирным, а находится в недалевой собственности граждан. После получения информации об упавшей подпорке, специалистами администрации оперативно при одном обследовании несущих конструкций с привлечением специализированной организации. Согласно выводам эксперта, конструкция дома находится в стабильно неизменном состоянии. Угроза жизни и здоровья граждан на момент обследования отсутствует. Коммунальные эксперты рекомендуют людям оформить свои площади в квартиры, а не доли в праве. Тогда двухэтажка может получить долгожданный статус. Жители смогут провести экспертизу. Она покажет процент износа. Если он завышен, то барнаульцы могут рассчитывать на новый безопасный дом. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. За выращивание популярного дачного декоративного растения ипомея трехцветная теперь можно сесть в тюрьму. Вещества, которые содержатся в его семечках, наркотические. Их приравняли к опиумному маку и марихуане. Мы пообщались с экспертом, чтобы уточнить, насколько распространен цветок в нашем крае и вызывает ли зависимость вещество, которое содержится в ипомее. У нас она встречается не только на садоводческих участках. Она уже начинает встречаться в диком виде. Например, я нашла в Кызыле и в Санкт-Петербурге. Ипомей вот этого рода представителей очень много. Порядка 700 видов. Представляете? Огромная. Но там среди них есть и, например, такое растение, как батат. Это же тоже ипомея. И вот однолетних, многолетних, юнковых таких, как в юнок. Их тоже достаточно много. Различить их, я имею в виду семена, не ботанику, да и ботанику не так просто по семенам, достаточно сложно. Поэтому я бы советовала перестать выращивать эти ипомеи. Тем более, что за выращивание 10 и более кустов теперь россиянам грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. Да и хранение более трех граммов семян данного растения чревато сроком. Удивительно, но после принятия закона, по данным Московского союза садоводов, спрос на семена ипомеи по всей стране резко вырос. К другой теме. Лучшего воспитателя Барнаула выберут уже на этой неделе. Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования проходит уже в 14 раз. Год от года участников становится все больше. В этом за победу борются 22 педагога. Конкуренция высокая. Каждый день она немножко качается. Тот один выходит вперед, другой-то гоняет. И на сегодняшний день вот четко сказать, что вот есть кто-то один лидер, тоже сказать нельзя. Ну а эта интрига еще интереснее нам тоже. Как все получится и завтрашний день все покажет. Победитель конкурса получит премию в 100 тысяч рублей, а также в следующем году представит Барнаул на краевом конкурсе. Воспитатели года Алтая. Лауреатов, в свою очередь, тоже ждет денежное вознаграждение в размере 30-20 тысяч рублей. Девяти известным своими достижениями семьям региона сегодня торжественно вручили частичку огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». В Барнаул пламя привезли из храма в Мурове, где родились святые Петр и Феврония. Теперь семьи развезут огонь по ЗАГСам края. От них свои лампады сможет зажечь любая семья региона ради сохранения любви и благополучия. Подробнее в сюжете. Во дворце бракосочетания сегодня те, кто уже обрел семейное счастье и хранит его от житейских бурь. А теперь готов поделиться им с другими. Одна из таких семей – семья Колесниковых из Новоалтайска. Мы отвезем в ЗАГС города Новоалтайска. Мы как раз живем в соседнем доме. Мы очень часто наблюдаем за молодоженами, за парами, какие несчастливые ходят оттуда. И будет очень здорово, что мы прикоснемся к этому. Самое главное – это тепло и уют семьи. Это вот этот маленький огонек. Это будет замечательно. Колесниковых сплотили успехи в спорте и олимпиадах. Другие супруги вместе занимаются бизнесом или просто растят детей. Кто-то дождался супруга с СВО и теперь помогает ему восстановиться. Все эти семьи – пример для других. Мероприятие направлено на то, чтобы все прикоснулись к этому огню, поскольку это огонь святой. Он доставлен был в Москву из Свято-Троицкого монастыря, из Мурома, который является родиной святых Петра и Федронию, являющихся покровителем семьи. Я желаю, чтобы и Ваша жизнь была, конечно же, всегда склеена из добрых, счастливых моментов. А Ваша счастливая семейная жизнь продолжалась во многих поколениях Ваших детей. Свеча в лампадке – самая обыкновенная, хоть и подожгли ее от церковного огня. Теперь частички семейного пламени будут храниться в городских ЗАГСах региона. И любая семья края может зажечь свою лампадку от огня из Мурома и принести в свои дома. Главное – верить в то, что этот огонь поможет сохранить любовь и благополучие. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Сезон прошел на хорошо. Тренерский состав хоккейного «Динамо Алтай» подвел итоги участия клуба ВХЛ. По завершению всех игр чемпионата бело-голубые расположились на 20-й строчке с активом 56 очков. Такая статистика, увы, не позволила попасть в плей-офф, но для первого сезона в лиге результат вполне приличный. Продолжит Дмитрий Дроздов. В прошлом году, когда стало известно, что «Динамо Алтай» впервые за 17 лет будет играть в чемпионате ВХЛ, мнения болельщиков и профессионалов разделились. Кто-то уверенно заявлял, что команда сможет побороться за топ-16. Другие, напротив, говорили, что наше место последнее. Теперь уже можно сказать, что в дебютном сезоне все вышло очень даже интересно. Фаворитам барнаульцы давали бой и даже выигрывали. Матчи, если и были проиграны, то в упорной борьбе. Такого хоккея в Алтайском крае не было. Мы вернулись на этот новый уровень. Хочу спасибо сказать СМИ, всем, кто помогал, нас поддерживал. Первая сложность, с которой клуб столкнулся, это плотный календарь игр. В чемпионате принимало участие 29 команд. Это 56 игр. В некоторые месяцы приходилось играть по 10 матчей. Это, конечно же, сказывалось на физическом состоянии спортсменов. Да, нам не хватило. Мы чуть-чуть проанализировали. Буквально день до начала игр, потому что очень плотный календарь. Выступая в прошлом году в другом клубе, тоже сравниваешь маленько. Нам хватило денечка, хватало одного лишнего для восстановления. И мы более-менее подходили к домашней серии. Здесь у нас этого в этом году, к сожалению, не было. Поэтому, может быть, такие иногда невзрачные игры, но через них проходит любая команда. В планах администрации клуба сохранить 70% состава. Что касается главного тренера, директоры ведут с ним переговоры о продлении контракта. Более опытные игроки отметили, что сезон был сложный. Но каждый старался выкладываться. И как хоккеисты парни выросли. Но критика со стороны болельщиков осталась. И это вызывало удивление. Когда ты читаешь, заходишь в соцсети, что там творится, для меня это вообще непонятно было. Как можно, я не побоюсь сказать, такую грязь писать про ребят, про команду, тренерский штаб. Лично про меня я вообще столкнулся впервые с таким, вроде нормально играл там, старался все делать, что зависит от меня. Конечно, не всегда там разные игры бывают. Мы все люди, а такие вещи писать, я считаю, просто противопоказанным. Теперь команда уходит на большой перерыв. А сотрудники клуба уже начинают подготовку к новому сезону. По словам директора клуба, он точно будет еще интереснее. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...